Ну, наконец-то, мы передаем слово издательству, где была напечатана эта замечательная книга, издательство «Ленингус Пресс». Для презентации приглашается директор издательства Ольга Александрова Дублина, художник книги Александр Веселов и писатель, редактор нашей книги Сергей Носов. Национальная комиссия за свою собственную книгу «Ленингус Пресс». И поэтому Марина Выкова, софтит театр комедии, к нам опять обратилась, не опять, а просто обратилась с просьбой, чтобы мы совместно издали эту книгу. Надо сказать, что роды были очень долгими, это было несколько лет. Марина говорит, давайте хотя бы начнем работать над рукописью. Нет ли у вас знакомого редактора, который понимает, что такое театр? Я сказала, ну, конечно, у нас есть Сергей Носов. Марина говорит, как он не может быть редактором, поскольку его пьеса «Дон Петро» идет в этом театре. Ну, я сказала, ну, что делать? Он единственный, кого я знаю, кто понимает, кого я знаю, кто может быть редактором, понимает театр. И вот Сергей Носов взялся совместно с Ольгой, ну, нельзя сказать, что работает, но работа такая, вот книга сначала редактирует, потом корректор, потом выставит, иллюстрации и так далее. И когда уже книга была почти готова, действительно, в летом Сергей получил премию «Национальный бестселлер» Марина Милина Владимировна. Марина, какой у нас редактор! Это прилично, что редактор будет еще и злориатом. Очень хорошо. Ну, вот Сергей, который знает книгу досконально, поскольку вместе с Ольгой Ольга написала, Сергей был редактор работы, ему я передаю слово Сергею Носову. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, вы знаете, не работаю, поэтому могу хвалить себя в самой стадии. Вот много уважаемых программистов, который открывал замечательный вечер, сказал, что тираж книги – миллион. Ну, привлечение поменьше, но все равно достаточно большой для нашего времени. А если бы он был еще поменьше, ну, раза, скажем так, в два, например, то мы могли бы вот это издание назвать, мне кажется, коллекционным. Потому что оно просто замечательно, если подкроете, начнет листать, ну, это просто праздник, праздник, праздник. И вот героиня Кальдония, да, она, я думаю, порадовалась бы, потому что там очень много картин. И вообще это такое, знаете, вот, я знал, что книги получится. Вот когда вот я это увидел, это все вылилось у каких-то ожиданий. Я думаю, что это просто такой памятник, да, ну, понятно, что это литературное памятник, но это еще и памятник издательскому делу, потому что там какие-то всякие вот такие сложные макеты, много всяких вот этих притум. И потом, ну, естественно, это памятник, как было сказано, в педжишсерской судьбе Татьяны Сергеевны Казаковой. Вот, а также, мне кажется, это памятник всему, всему вот театру комедии, а также еще, может быть, памятник в нашем времени, в каком-то пуску в нашем времени, да. Вот, упоминали уже дисконференцию по президентам. Я думаю, что должен наш министр Бавров взять эту книгу на встречу в Раскерре, да, показать ему, сказать, вот какие книги даются у нас в самый разгар, на разгар кризиса. И еще вот там вот, если посмотрим, мы туда, там будет другой памятник, там стоит Екатерина, Крица, вокруг ее сподвижники, да. Ну, вот такой хороший памятник. А это, вы поймете, не от них бронзия, а какая-то другая потеря. Вот, вы поймете, современнику не нравится, у него говорили, что чернилица. Мне кажется, найдется современник, он скажет какое-то нехорошее слово. Я вообще не вижу. Да, я не вижу. С праздником, с минилой, у всех Татьянов тоже с минилой, и у всех с праздником. АПЛОДИСМЕНТЫ Кому книгу делал Александр Веселов, художник нашего издательства. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...